Краткий обзор InviteBot, а также быстрая настройка. На данный момент InviteBot работает в трех соцсетях ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. В будущем будут добавляться новые мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp или соцсеть Facebook. Сначала мы пробежимся по функционалу каждой соцсети, а потом я покажу как быстро сделать настройки. Итак, начнем с Телеграма. В Телеграме все намного проще, чем в других соцсетях. Первое, что у нас есть, это парсер. Мы можем парсить людей из открытых групп. Таким образом, мы можем найти разную аудиторию от интернет-предпринимателей до сетевиков, людей продвигающих партнерки, даже из определенного города. Как это делать, показано в инструкции. По времени парсинг осуществляется от нескольких секунд до нескольких минут. После того, как мы спарсили свою целевую аудиторию, то можем по ней работать. Отправить сообщение в личку при помощи текста либо голоса. И это очень классно, потому что можно буквально за один вечер все настроить и с утра получить уже достаточно много заинтересованных. Что касается сообщений, у нас есть автосекретарь. Например, человек нам ответил «Да, мне интересно», то секретарь ему отправит заранее подготовленную вашу информацию и ссылочка на автоворонку. Если человек сказал «Нет, мне не интересно», также автосекретарь может отправить какое-то сообщение. Например, «Хорошо, нужна будет все-таки информация, то сообщи, я тебе ее предоставлю». Ну и третий вариант, допустим, когда человек говорит «Да, у меня все есть, все хорошо, чего мне не нужно». Здесь вы тоже можете предусмотреть какое-нибудь сообщение. И четвертый вариант – это когда мы указываем звездочку. Неважно, что человек написал, ему в любом случае придет наше сообщение. Например, переходи по ссылочке и смотри инструкции. Теперь давайте перейдем к самому важному заданию – это инвайтинг в группы Telegram. У нас в инструкции показано, как можно создать свою группу в Telegram в пару кликов. Далее вы ее наполняете каким-нибудь контентом, встраиваете бота Telegram, который будет удалять системные сообщения о том, что кто-то кого-то пригласил в группу. И при помощи этого задания можно приглашать в нашу группу до 200 человек целевой аудитории. Но не просто приглашать, а добавлять в группу. Это огромный трафик, очень много людей могут познакомиться с вашим предложением – 200 человек в сутки. Более подробно, как это делать, у нас показано в инструкции. По Telegram мы пробежались, также есть расписание, можно настроить цепочку выполнения заданий. InviteBot будет в определенное время запускать. Например, отправка сообщений в Telegram по списку пользователей, то есть по целевой аудитории, и заряжаем автосекретаря. Просылка прошла, люди ответили – да, нет. Автосекретарь их обработал, а потом на выходе мы уже видим конечный результат в виде заинтересованных. Либо, если мы работаем на Inviting, то необязательно за этим следить. В определенное время InviteBot запустился и начинает добавлять людей в нашу группу. Огромный плюс продвигаться в Telegram заключается в том, что у нас в инструкциях показано, как купить аккаунты, быстренько их загрузить и включить в работу. В Telegram не нужно оформлять, наполнять аккаунты, то есть настройка занимает несколько минут. Итак, поехали к следующей соцсети. Здесь много разных заданий под разные задачи. Начнем опять с парсинга. То есть здесь уникальный метод парсинга предусмотрен, который не используют другие. Соответственно, мы получаем самую горячую аудиторию, которая была активна в ближайшее время. Их не замучили таргетологи, их не замучили другие автоматизаторы, так скажем, потому что эта аудитория с парсином уникальным методом. Можно найти сетевиков определенных компаний из определенной страны, либо определенного города. И не только сетевиков, но и интернет-предпринимателей, людей, которые занимаются какой-то узкой направленностью. Может быть, опять же, те же маркетологи, таргетологи, дизайнеры, ну и так далее. После того, как мы спарсили аудиторию, мы можем по этой аудитории поработать. Есть такое задание. Работа по целевой аудитории. InviteBot будет заходить на страничку и как человек по ней гулять, лайкать аватарку, смотреть сторисы, лайкать посты, а также он подпишется на человека. Обращаю ваше внимание, что InviteBot работает как человек. У него реальные клики-мышки, реальные нажатия на клавиши. Соцсеть думает, что за компьютером работает настоящий человек. После того, как мы отработали по целевой аудитории, мы можем поработать через автоответчик на подтвержденные заявки в друзья. Вот оно. Те люди, которые захотели с нами повзаимодействовать, подтвердили нашу заявку в друзья, получат от нас заранее подготовленное приветствие в виде текста, голоса, фото либо видео. В сумме эти два задания создают достаточно много трафика. То у нас есть подобного. Работа по возможным друзьям. Также ручная сортировка возможных друзей. Эти два задания работают в паре. Работу по возможным друзьям нужно запускать только тогда, когда нужно быстро раскрутить свой аккаунт. Если у вас аккаунт нулевой, ну не знаю там 10 друзей, 15, 20, может быть 50 и вам нужно как можно быстрее набрать там 200-300, чтобы без проблем запустить работу по целевой аудитории. Следующее задание – автоответчик на входящие заявки в друзья. Он работает в том случае, когда люди просятся к нам в друзья. InviteBot сам их подтвердит в друзья, проставит лайки на аватар, под постами, посмотрит сторис, если есть у пользователя и отправит ему заранее подготовленное наше приветствие в виде голоса, фото, видео либо текста. Очень хорошо применять это задание, когда сама соцсеть нас продвигает. То есть показывает в рекомендованных, люди к нам просятся в друзья и, соответственно, InviteBot на автомате их обрабатывает. Также, когда мы используем сервисы ротации. Эти сервисы нас пиарят, показывают другим людям, эти люди добавляются к нам в друзья и InviteBot их обрабатывает. Также есть крутейшее задание – это автосекретарь. Он работает аналогично Telegram. То есть те люди, которые скажут нам «да, мне интересно, скинь информацию. InviteBot может им отправить сообщение в виде текста, фото, видео либо голоса». То же самое. Человек сказал «нет». InviteBot может ему отправить заранее подготовленное сообщение, либо там еще что-то человек сказал. Также InviteBot отправит. Здесь вместо ключевого слова можно указать звездочку. И в этом случае InviteBot будет всегда отправлять сообщение. То есть неважно, что человек вам ответил. Может быть, он просто какой-нибудь плюсик поставил, а вы не предусмотрели такое ключевое слово. Вот в этом случае нас спасает звездочка. То есть неважно, что написал человек. В любом случае ему будет отправлено второе сообщение от автосекретаря. Например, при помощи автоответчика на подтвержденные заявки в друзья, либо на входящие заявки в друзья, мы задали какой-нибудь простой вопрос. Ну, допустим, «Александр, можно задать тебе вопрос?» И в этом случае в автосекретаре мы можем указать звездочку. Те люди, которые что-то нам напишут, им уйдет обязательно заранее наше подготовленное сообщение. Например, «Тебе интересно узнать, как можно зарабатывать на пассиве с минимальными рисками». Ну и так далее. Итак, с автоответчиками мы закончили. Также есть отправка сообщений ВКонтакте по списку пользователей. Мы можем спарсить, например, своих друзей, либо друзей-конкурентов, либо какую-то аудиторию и по ней поработать, отправить им сообщения. Также можно взять людей, у которых день рождения в ближайшее время, а может быть сегодня, и их поздравить. Следующее интересное задание – это отправка сообщений в сообщество из списка. То есть мы можем спарсить целевые сообщества и по ним поработать, отправить им сообщения в личку. А эти сообщения увидят администраторы. Например, парсим сообщество определенной компании и по ним работаем. Это дополнительный источник трафика. Как мы видим, в InviteBot очень много источников трафика. То есть это только в одном ВК. Только что мы видели еще и Telegram. Чуть позже сейчас я расскажу про трафик из Инстаграма. При помощи InviteBot можно создавать очень много трафика. Это целый комбайн. Следующее очень интересное задание – это публикация историй. Мы можем публиковать истории на полном автомате. При этом прикладывается ссылочка, например, на нашу автоворонку, либо пост закрепи и так далее. И все наши друзья и подписчики во время работы этого задания видят нас на первом месте. То есть постоянно наше лицо мелькает у них на виду. Это еще один источник трафика. Ну и на данный момент последнее задание – это лайкинг и просмотр сториз друзей. Тоже интересное задание в плане того, что мы постоянно напоминаем нашим друзьям о себе. Мы как будто постоянно смотрим их сториз. И они это видят. Постоянно мы лайкаем их сториз. И очень часто мне пишут в личку – Александр, спасибо за то, что постоянно смотрите мои сториз и лайкаете. И я потом продолжаю с ними диалог. InviteBot очень быстро развивается. Возможно, через некоторое время здесь добавятся новые функции. Еще у нас есть расписание. Можно настроить цепочку выполнения заданий. Достаточно большую. Работа по целевой аудитории. Автоответчик на подтвержденные заявки в друзья. Автоответчик на входящие заявки в друзья. Далее потом включится автосекретарь. Потом мы можем опубликовать историю. Потом мы можем просмотреть и полайкать сториз и друзей. И тем самым в совокупности мы получаем максимальное количество трафика. Как я ранее говорил, это целый комбайн. Причем он будет запускаться на полном автомате без вашего участия. Теперь посмотрим функционал Инстаграма. Здесь у нас также есть парсер. При помощи него мы можем спарсить аудиторию конкурентов. Либо можем парсить по хэштегу. И тем самым можем найти сетевиков определенных компаний либо людей, которые занимаются деятельностью, которая вас интересует. После того, как мы спарсили аудиторию, можно поработать по целевой аудитории. Подписки, лайки и просмотр сториз. То же самое, что масс-фолловинг, масс-лайкинг, масс-лукинг. Здесь безопасным способом мы будем подписываться на целевую аудиторию, ставить им лайки, просматривать их сториз. В среднем мы делаем примерно около 100 подписок в сутки. Инвайт-бот у нас работает как человек. То есть реальные клики мышкой, реальные нажатия на клавиши. В этом случае мы можем безопасно продвигаться в Инстаграме, подписываться, лайкать и смотреть сториз. Более подробно все показано в инструкции. После работы по целевой аудитории мы можем поработать приветствиями в директ Инстаграм. Здесь инвайт-бот будет отправлять тексты приветствия тем людям, которые на нас взаимно подписались, а также тем, кто подписался на нас. Ну а мы об этом еще не знаем. Также инвайт-бот может взаимно подписываться на этих людей, но эту функцию можно отключить. В совокупности эти задания парсер целевой аудитории, работа по целевой аудитории и приветствие в директ Инстаграм создают максимальное количество трафика. Отмена подписок, то есть отписки. Например, вы подписались на человека, он на вас взаимно не подписывается. В этом случае инвайт-бот может отписываться от невзаимных. Также предусмотрена функция отписаться от всех. Есть еще одна функция лайкинг новостной ленты. Инвайт-бот будет прокручивать вашу новостную ленту и лайкать посты тех людей, на кого вы подписаны. Тем самым вы будете напоминать о себе. Но сразу скажу, если мы работаем по целевой аудитории, приветствуем в директ Инстаграм, то это задание будет уже лишним, потому что в совокупности здесь получится много трафика. Расписание. Мы можем настроить цепочку выполнений заданий. Например, работа по целевой аудитории, а потом мы можем работать через приветствие в директ Инстаграм. Мы быстро пробежались по функционалу этого комбайна, который генерирует трафик без сторонних сервисов. Ну, при желании, естественно. Теперь давайте будем его настраивать. То есть я покажу быстренько, как настраивать инвайт-бота. Чтобы добавить аккаунт, нажимаем на плюсик. Как видим, в инвайт-боте есть везде подсказки. Инструкции можно получить по вот этой кнопочке. Инструкции выглядят таким образом. Вконтакте, Телеграм, Инстаграм. Переходим в Телеграм. Читаем. Обязательно подписываемся на новости, чтобы быть в курсе. Смотрим первоначальные инструкции. Здесь как раз показано, как зарегистрироваться, условия партнерской программы, кто находится в личном кабинете, а также оплата. Первые три дня в инвайт-боте бесплатно. В следующем уроке мы уже скачиваем инвайт-бота, активируем, обновляем и знакомимся с интерфейсом. В этом уроке показан обновленный интерфейс и строка состояния. Также есть урок, как работать в облаке на удаленном сервере. С первоначальными настройками мы закончили. Теперь переходим к настройке Телеграма. Здесь можно почитать статью, базу знаний Телеграм, как защитить покупные аккаунты и так далее. После этого у нас есть инструкция, как создать, оформить, наполнить странички в Телеграме. Как я ранее говорил, все это делается буквально за две минуты. После того, как мы купили аккаунт, его нужно добавить в инвайт-бота. Нажимаем на плюсик, пишем название. Чтобы не путаться, я обычно делаю нумерацию и пишу, какой номер телефона у данного аккаунта. Выбираем социальную сеть Телеграм. Если нам нужны прокси, то их указываем и нажимаем кнопочку сохранить. В данном случае я не буду их включать. Нажимаем сохранить. Если у нас более четырех-пяти аккаунтов, то необходимо обязательно указать прокси. Переходим к парсингу. Заходим в настройки и здесь указываем ссылки на группы, с которых мы хотим спарсить подписчиков. Более подробно показано в инструкции по парсингу. После того, как задание будет выполнено, список пользователей мы получим здесь. А пока что нажимаем сохранить и после того, как вы указали ссылки на группы, нажимаем запустить задание. Вот она эта кнопочка. После того, как мы спарсили аудиторию, заходим в настройки, забираем эту аудиторию отсюда. Заходим, например, отправка сообщений по списку Telegram. Настройки. Здесь указываем количество сообщений, которые мы будем отправлять. Случайную задержку между действиями более подробно показано в инструкции. В InviteBot есть встроенный рандомайзер. Здесь можно указать какой-либо свой текст, нажать кнопочку сформировать и InviteBot быстро их пропишет. Видим разные варианты у нас указаны через прямую слэш. То есть, привет, здравствуйте, приветствую. Потом идет другая цепочка. Рад знакомству, приятно познакомиться. Ну и так далее. Здесь остальные предложения. Сюда вставляем список пользователей, по которым мы будем работать и нажимаем кнопочку сохранить. Все, задание настроено. Можно его запускать на вот эту кнопку и оно будет работать. Но я забыл сказать самое главное. Мы создали вот он аккаунт. Его нужно авторизовать. Нажимаем на самолетик. Откроется браузер InviteBot и здесь указываем номер телефона. Нам придет код и мы буквально за полминуты можем авторизоваться. Нажимаю на крестик и переходим к настройке автосекретаря. Выбираем автосекретаря. Нажимаем настройки. Здесь указываем количество автоответов. В принципе, если мы 20 сообщений отправляем, то автоответов можем указать около 15. Случайную задержку между действиями. Здесь вот как раз первый вариант ключевых слов. Да, конечно. Ну и так далее. Сюда прописываем положительные варианты, которые могут написать люди. Далее для этого варианта указываем определенный текст. Мы его можем рандомизировать, либо просто вот так включить. Случайный порядок. Имя пользователя. Здесь написать. Здесь я написал ссылка на автоворонку, то есть вы здесь указываете свою ссылочку. Также можно ответить голосом. Более подробно это уже в инструкциях по invitebot. Здесь настраиваем второй вариант. Обычно он отрицательный. Нет. Нет, не хочу. Минус. Ну и так далее. Также добавляем какой-то свой текст. Хорошо. Нужна будет информация. Сообщите. И третий вариант. Ну, например, у меня все есть. Или там все есть. И так далее. Здесь тоже предусматриваем какой-то текст. Все. Настройка, по сути, завершена автосекретаря. И теперь, если invitebot увидит ключевое слово, которое написал вам человек, то он ему, соответственно, отправит сообщение. Нажимаем кнопочку сохранить. В invitebot есть такая вот интересная настройка во всех заданиях. То есть, если у вас, допустим, там 10 аккаунтов, либо 20 аккаунтов, можно применить эти настройки для остальных. И тем самым вы очень быстро можете настроить огромное количество аккаунтов. Самое главное, что я не сказал, в invitebot можно добавить неограниченное количество аккаунтов. По сути, ограничений нет. Но одновременно вы сможете запустить ровно столько, сколько потянет ваш компьютер, либо удаленный сервер. Например, самый слабый удаленный сервер тянет одновременно 4 аккаунта. Но это количество можно увеличить в 3, а то и в 4 раза за счет расписаний. Например, у вас в 7 утра стартуют первые 4 аккаунта, и они завершают свою работу там в 11. Вы настраиваете в 12 другие 4 аккаунта, и они там завершают свою работу, ну, я не знаю, там в 4. В 5 у вас там другие 4 аккаунта стартуют, и они завершают свою работу в 10, образно говоря. Тем самым мы увеличили эту цифру в 3 раза. Теперь перейдем к самому вкусному заданию. Это инвайтинг в группы Telegram. Заходим в настройки. С одного аккаунта Telegram можно добавлять до 50 человек в сутки в нашу группу. Для полноценного инвайтинга, чтобы инвайтить 200 человек в сутки, нам нужно 4 аккаунта. Здесь указываем задержку между действиями, ссылку на вашу группу Telegram, и сюда указываем нашу целевую аудиторию, которую мы спарсили в самом инвайтботе. Также мы можем применить эти настройки. Если мы применяем настройки другим аккаунтом, и в нашем задании есть ссылки на список пользователей, то сохранятся все настройки, но список пользователей не сохранится. Нужно будет вручную пробежаться по всем аккаунтам и их раскидать. Но это сделано специально, чтобы со своих аккаунтов не работали по одной и той же аудитории. Нажимаем сохранить. Все, после этого можно запустить инвайтинг. Для этого нажимаем эту кнопочку. Также в инвайтботе предусмотрено расписание. Я его покажу на примере Telegram. По другим соцсетям показывать не буду, иначе видео затянется. Здесь можно указать дни недели, в которые будет запускаться инвайтбот. Время запуска на данный момент 7 утра и остановка расписания 2350, как реальный человек. С утра проснулся и ночью пошел спать. Здесь мы добавляем наш список заданий. Например, сначала у нас начинает работать отправка сообщений в Telegram по списку пользователей, ну а потом автосекретарь. С данного аккаунта инвайтить я не буду, а буду инвайтить с другого. Также есть галочка отправлять ошибки. Также отчеты в Telegram более подробно в инструкции по расписаниям. Инвайтбот будет вам отчитываться, когда аккаунт завершил свою работу. Также вы можете применить эти настройки для других аккаунтов. Нажимаем сохранить. Если мы хотим инвайтить по расписанию, заходим сюда, выбираем инвайтинг, убираем лишнее задание, нажимаем сохранить. Все. Вот так очень быстро мы настроили Telegram в инвайтботе. Более подробно вы посмотрите в инструкциях. Здесь даны сервисы. В уроке по настройке прокси показано, как указывать прокси в инвайтботе, если у вас больше пяти аккаунтов. Есть подробный урок по поиску целевой аудитории в Telegram. Отправка сообщений по списку пользователей. Также есть пример рандомизации и инвайтинг в группы. Автосекретарь. Смотрим инструкцию по автосекретарю. И вот как раз про что я говорил. Расписание. После того, как вы все настроили, вы можете настроить расписание. В самом конце дана инструкция по голосовому автоответчику. При помощи этого задания мы можем отправлять голосовые сообщения вместо текста. Итак, перейдем к настройке Instagram. Здесь также в самом начале даны первоначальные настройки. Если вы еще не регистрировались в инвайтботе и не устанавливали инвайтбота. Самый первый урок это лайки, новостной ленты. Самый простой. Под каждым уроком есть лимиты. Далее поиск целевой аудитории. Парсинг. Работа по целевой аудитории. То есть это массфоловинг, масслайкинг, масслукинг. Безопасный. Даны лимиты. Приветствия в директ Instagram. И конечно же продвижение по расписанию. Когда мы все уже настроили, настраиваем расписание. И инвайтбот будет работать на полном автомате. Давайте посмотрим, что тут внутри. Первое. Парсер. Заходим в настроечки. В первую очередь мы выбираем парсить по хештегам, либо парсить подписчиков со страниц конкурентов. Если выбираем парсить со страниц конкурентов, то можем указать спарсить всех, либо определенное количество. Я конечно указываю обычно всех. Сюда указываем ссылку на конкурента и нажимаем кнопочку сохранить. Все. После этого запускаем задание. InviteBot спарсит аудиторию. По хештегам. Тут мы указываем количество пользователей, которых нужно спарсить. Далее какой-либо хештег. Ну например там сетевой, MLM, либо название компании. Можно учитывать посты за последние 30 дней. Обычно так я нахожу самых горячих людей, то есть которые публиковали определенный хештег за последние 30 дней. Эти настройки в принципе можно не применять. И нажимаем кнопочку сохранить. Все. После этого запускаем задание. InviteBot соберет нам целевую аудиторию. Далее целевую аудиторию мы загружаем в задание работа по целевой аудитории. массфолловинг, масслайкинг, масслукинг. Здесь указываем количество подписок в соответствии с тем, сколько вашему аккаунту уже месяцев, ну либо лет. Случайную задержку между действиями. Более подробно все показано в инструкции. Также можно указать подписываться или просто там проставлять лайки, а может быть просто смотреть истории. Либо подписываться, ставить лайки, но не смотреть истории. То есть как вам угодно. И вот сюда мы указываем нашу целевую аудиторию. Нажимаем кнопочку сохранить и можем запустить это задание. Во всех соцсетях InviteBot можно настройки заданий применять для других аккаунтов. Но здесь как мы видим у меня всего один аккаунт. В самом начале не забываем нужно добавить аккаунт. Здесь мы можем указать настройки прокси. Нажимаем сохранить. И вот видим второй аккаунт у нас появился. Нажимаем на значок Инстаграма и прям в браузере InviteBot мы сможем авторизоваться, а также отвечать людям. То есть мы зайдем в Директ и сможем переписываться с людьми, кто заинтересовался. Я отсюда выйду. После того как мы настроили это задание, переходим к приветствиям в Директ Инстаграм. Указываем количество приветствий. Ну около 20. Случайную задержку между действиями. Итак, первая настройка это приветствовать входящие заявки, подписки. Это те люди, которые подписались на вас. Например, Инстаграм вас продвигал в рекомендованных, либо вас там нашли по хэштегу, ну и так далее. Можно, конечно, убрать галочку и их не приветствовать, но у меня здесь все включено. И приветствовать подтвержденные заявки, подписки. Это те люди, которые подтвердили вашу заявочку. Сначала вы на них подписались и они в ответ подписались на вас. Есть такая функция подписываться в ответ. Люди, которые просто на вас подписались, когда вас допустим Инста рекомендовала, то вы можете на автомате на них тоже подписываться при помощи InviteBot. Честно скажу, такой функционал давно искал, но в сторонних сервисах никогда не видел. Здесь все реализовано. Это целый комбайн. Также мы можем еще ставить лайк на стену. Но я уберу эти настройки, потому что для меня они обычно лишние. Также есть настройка писать сообщение только если переписка полностью пустая, либо писать, когда переписка полностью пустая, а также когда нам написали и мы не ответили. Я обычно использую второй вариант. У нас есть рандоминизатор. Как им пользоваться вы можете посмотреть в инструкции. Нажимаем кнопку сформировать и все вот эти текста применяются сюда в InviteBot. Мы можем прикрепить к нашему сообщению фотографию или несколько фотографий включить случайный порядок. Настройки мы можем применить ко второму аккаунту и нажимаем сохранить. Следующее задание это отмена подписок. Очень легко настраивается. Указываем количество отписок. Далее отменять отписки от всех либо от невзаимных. Я традиционно отписываюсь от невзаимных. Случайная задержка. Можно применить для других аккаунтов. Нажимаем сохранить. Единственное, нельзя запускать отмену подписок, отписки в тот день, когда мы подписывались на людей. То есть осуществляли масс фолловинг, масс лайкинг, масс лукинг. Лайкинг новостной ленты настроим. Здесь тоже все просто. Указываем количество лайков на публикации. Задержку можем применить для других аккаунтов и сохраняем все это дело. Настройку инстаграма мы закончили. Теперь перейдем на ВК. В принципе, здесь все настраивается аналогично. Указываем количество приветствий, случайную задержку. Обычно в InviteBot у нас случайная задержка уже указана по умолчанию и ее настраивать не нужно. Здесь указываем писать сообщение, когда переписка полностью пустая, а также когда нам написали. Здесь указываем разные текста. Можем указать ссылку на фото либо видео, либо поработать голосом. У нас есть случайный порядок и приветствовать по имени. Можно применить для других аккаунтов. Нажимаем сохранить. Все, автоответчик на подтвержденные мы настроили. Давайте посмотрим парсер. Здесь указываем ключевые фразы. Например, вот таргет, церебра и так далее. Здесь можно указать страну, а также город. Нажимаем сохранить. После того, как парсер отработает, здесь мы сможем увидеть нашу целевую аудиторию, самую горячую. Как я ранее говорил, в InviteBot уникальный метод парсинга. За счет этого мы получаем аудиторию, которую не замучили другие. Работа по целевой аудитории списка. Все аналогично. Указываем количество заявок, добавлять в друзья, смотреть истории, лайкать стену, лайкать аватар. Сюда загружаем список наших пользователей, нажимаем сохранить. Все, настройка закончена. Ну и соответственно мы можем запускать задание. Давайте настроим еще публикацию истории и в принципе на этом можно заканчивать, потому что все остальные задания настраиваются аналогично, как в телеграме, инстаграме, ну и так далее. Можно указать количество публикаций, ссылку, например, на сендлер, либо на пост в закрепе, либо на статью, ну и так далее. Случайная задержка между действием. Загружаем нашу сториз. Как это все делать в InviteBot показано. Применяем настройки для других аккаунтов, нажимаем сохранить и все, можно публиковать. Давайте подведем итог. InviteBot это целый комбайн, который работает в ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме. Создает достаточно много разных источников трафика. За счет этого увеличивается эффективность вашего продвижения. Таким образом вы можете находить все больше и больше клиентов и партнеров для своих проектов. Обратитесь к тому человеку, который вам показал это видео, чтобы он вам предоставил бесплатный тест без ограничений InviteBot, а также инструкции к нему. По ВКонтакте есть уроки, то есть смотрим и сразу применяем. Смотрим, применяем. Ничего такого сложного здесь нету. После того, как вы скачали, установили InviteBot, обязательно зайдите в обновление. Его необходимо обновить, перезапустить. Это значит закрыть, а потом опять открыть на ярлычок. Также вы можете связаться с технической поддержкой. Если вам нужно обучение по автоматизации с видением за руку, то щелкаем сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...